21-й театральный сезон в небольшом театре откроется 1 сентября. В этот день зрители увидят два спектакля. Оба они будут показаны на выездных площадках. Руководители театра специально для нашего канала рассказали о предстоящих выступлениях. Мы работаем сразу на двух площадках. 1 сентября мы показываем спектакль Чехов, предложение на площадке в Чвердоклинском районе. И спектакль «Проделки братца кролика» в Засвияжском районе. Будем работать в школе номер 85. Два спектакля. Поэтому День знаний мы активно аж в двух местах сразу. Тремя спектаклями. А в планах на сезон? Дальше мы открываем сезон уже целым пулом взрослых спектаклей. 2-го и 3-го числа мы покажем премьеру. Практически ее еще никто не видел. Кроме двух предпремьерных показов и одного премьерного показа 2-го июля. Мы покажем спектакль «Лучшее, что было в моей жизни». Это премьера спектакля по пьесе современного шведского драматурга Керен Климовский. Пьеса предназначена для взрослой публики и для молодежи. И говорит о достаточно серьезных вещах. Параллельно будем выпускать два новых спектакля. Марина Олеговна в октябре героически выпускает сразу две премьеры. Вот сейчас мы решили сделать акцент на нашей молодежи, на юных зрителях. И я думаю, что об этих спектаклях расскажет Марина Олеговна. 7 октября зрители ожидают премьера театрально-образовательного проекта «Солнце, муха, крокодил». Мы, как всегда, готовим проект к юбилею писателя. В прошлом году мы выпустили проект к юбилею Достоевского. В этом году мы решили прикоснуться к произведениям Чайковского. Это самый издаваемый детский автор, самый любимый. Проект реализуется на грант Российского фонда культуры. И он входит в федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура». В спектакль войдет несколько произведений Корнея Ивановича Чуковского. Это и муха-цокотуха, краденое солнце, телефон. И поскольку у нас камерное такое пространство, и артисты будут работать просто на расстоянии вытянутой руки с нашими зрителями, то зрители все равно будут принимать непосредственно участие в действии, будут точно так же испытывать те же эмоции, что артисты, и будут находиться просто в водовороте каких-то событий. И этим хорош вот этот наш камерный зал, который находится на улице Спаская, 10, куда мы приглашаем на премьеру спектакля «Солнце, муха, крокодил» 7 октября. И 21 октября, следующая премьера уже... Прямо в октябре будет? Да, 21 октября мы приглашаем на премьеру спектакля «Верхом на портфеле». Это школьная история, в нашем репертуаре пока не было такого спектакля о школе, но мы выбрали для этого рассказа Валентина Постникова, который согласился приехать даже на премьеру этого спектакля. Поэтому тоже будет большое событие, и мы приглашаем зрителей следить за нашими новостями, потому что Валентин Постников проведет творческую встречу с зрителями. Театральная труппа продолжает расти. В новом сезоне к ней присоединились пять молодых талантливых артистов. В перерыве между репетициями мы с ними познакомились. Театр поразил своей дружественной атмосферой. Мы как-то... Я вообще приехала одна, и мы как-то так все быстро сплотились, не только с ребятами, с новичками, но и с труппой. Очень здорово, что мы пошли сразу же в работу, сразу же ножками стали ходить по сцене, что-то пробовать с режиссером. И очень удивительно пробовать что-то с другими режиссерами, потому что в основном на учебе у нас было стабильно два режиссера. Как сказал директор театра, будет продолжена гастрольная деятельность. После начала нового творческого сезона мы опять готовимся к гастрольной поездке. У нас уже есть договоренности, уже мы даже знаем сроки, это будет в 20-х числах октября. Мы выезжаем с гастролями в Южную Осетию к нашим давним друзьям, театр имени Коста Хитагурова. Мы повезем туда четыре названия. То есть это прям такая гастрольная полноценная поездка. У нас там будет семь спектаклей всего. Ноябрьской премьерой для зрителя будет спектакль «Большой секрет для маленькой компании», в котором планируется активно задействовать всех новых членов театрального коллектива. Режиссер спектакля, художественный руководитель Ульяновского театра юного зрителя, заслуженный артист Российской Федерации Эдуард Терехов. Это будет необычная постановка, фейерверк юмора, фантазии, основанный на популярных песнях и стихах для детей. Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.